Друзья, приветствую вас на канале Каменный Успех. Дома из камня. Это видео не мастер-класс, это просто идея. Южные страны широко пользуются бетонными емкостями для воды. Люди, которые имеют в виду солнца, им тоже необходимы емкости для воды, потому что там тоже нет пресной воды. Это вода с речки, которая в зимнее время существует и в летнее время пересыхает. И вот эту воду можно собрать. Во что ее собрать? Конечно же, в емкость для воды. И мы вот сейчас стоим на такой емкости. Обратите внимание на вот эти крышки. Два люка, один и второй. И вот эта вся площадка, там емкость, которая собирает воду с крыш. Емкость, в которую можно заливать воду хоть откуда. Ее заполняешь, и у тебя всегда есть вода. Особенно в летнее время, когда солнце очень жарко, вода на вес золота, если все поливать каждый день, и пользоваться покупной водой, это слишком накладно и слишком дорого. Поэтому иногда даже дешевле сделать вот такую емкость для воды, чем воду постоянно покупать. Собираюсь зимой воду, и все лето пользуюсь. Все зависит от того, сколько вам необходимо воды. И вот здесь, в Греции, на острове Патмо, еще южнее острова, здесь нет воды вообще. То есть полгода не идут дожди. Все высыхают. Для того, чтобы создать какой-то оазис, для того, чтобы создать красоту в своем дворе, необходима вода. Для того, чтобы поливать здесь на такую емкость, воздушные отводы, для того, чтобы вода циркулила, то есть был воздух. С этой стороны идут водяные отводы, и вода идет с крыши прямо в емкость для воды. Если вода переполняется, то вода уходит по дренажной системе. Под этой мостовой системой существует дренажная система, и она уходит на ту сторону, смотря куда уклончик. Первый этап для того, чтобы сделать емкость для воды, это выкопать котлован. Вырыть его можно вручную, можно эскалатором, кому как дано. В нашем случае работает экскаватор. Выкапываем углубление, которое должно быть в архитектурном замысле, даже немножко ниже, для того, чтобы сделать дренажную систему. Сначала закидываются большие камни, а потом уже сверху мелкой фракции щебень. Дренаж необходим во время таяния снега, во время дождей. Просто вода будет уходить. Бывает так, что под ней протекает какой-нибудь ротник, или ротник в зимнее время, или просто течет мелкая речка, чтобы это все нормально проходило. Вода уходила хорошо. После того, как залить дренажную систему, заливаем черновой бетон. В зависимости от состояния почвы, можно заливать просто на дренажную систему, можно залить без сетки, можно и с сеткой. Но сам черновой бетон служит для того, чтобы сделать красивую разметку, чтобы можно было по площадке хорошо ходить, легко прибить гвоздь, поставить брусья, выставить опалубку, и начать работать. Получается очень ровненько и красиво. Как вы видите, на наш черновой бетон ложится сначала пластиковое крепление, и на это крепление ложится арматура, для того, чтобы создать зазор между черновой кладкой и нашей нижней плитой перекрытия. После того, как сделали разметку, также сделали внешнюю опалубку. Внешняя опалубка делается по кругу, арматура вяжется, нижняя плита перекрытия и сразу вертикальные стенки, чтобы это было одним целым. И когда вы закладываете арматуру, заливаете бетон, у вас бетон не выходит наружу внешней опалубки. Анатолия И потом, когда залили внутри нижнюю плиту перекрытия, выставили арматуру, выставили внутреннюю опалубку. После этого заливаем бетон. Начали заливать бетон в емкость для воды. При заливании бетона важно вибрировать очень сильно. В старину делали деревяшку, утрамбовывали каждый сантиметр, чтобы это была хорошая работа. Дается определенное время для того, чтобы выставился бетон. В данном случае необходимо 2-4 дня для того, чтобы он выставился, и вертикальные стены можно разбирать. Верхняя плита перекрытия нужно выставить до месяца. Существует два способа заливки бетона. Первый способ, когда мы выгоняем камень на тот уровень, который необходим, и потом бетонщики заливают бетон без опалубки. Второй способ, когда бетонщики делают опалубку и заливают бетон. Что из них лучше? На мой взгляд, когда каменщики выгоняют камень и бетонщики заливают бетон. Вот один из способов, который правильнее и лучше. Вы спросите, почему лучше? Потому что камень совместно с бетоном становится монолитом. Бетон заливается, он просачивается в каждую емкость камня. Он схватывает, как бы присасывает камень. Другой же случай, когда делается бетон и облицовывается камнем, не становится таким монолитом, как в первом случае. Мне бы хотелось услышать и ваше мнение, как вы думаете, как будет правильнее. Потому что мнения расходятся. Вы можете не облицовывать, вы можете просто сделать дренажную систему, отвод воды, и при этом будет хорошо и долго стоять. В нашем случае была произведена облицовка камнем, и эта облицовка выходила на уровень верхней плитоперекрытия. Зачем облицовывать камнем, если это не будет видно? Такой архитектурный проект. Все зависит от того, что у вас будет сверху стоять. Если у вас сверху еще планируется гнать второй этаж на этой емкости для воды, значит, однозначно нужно облицовывать камнем. А если у вас каменный дом просто будет на бетон, тогда можно и не облицовывать камнем. В этом случае, как у нас, стены емкости для воды, они служат фундаментом для будущей какой-либо постройки. Нам необходимо сделать облицовку. Для того, чтобы создать одно целое тело, необходимо закидать раствором. Делается очень крепкий раствор. Мы делаем один к четырем. У нас 500-ый цемент. У нас 500-ый цемент. У нас 500-ый цемент. Если это фундамент, то, конечно, он должен быть жесткий камень, ни в коем случае, который крышится, потому что он будет стоять в сырости, он будет держать верхний этаж, то есть желательно, чтобы это были хорошие камни. А уже все остальное, хоть с какого камня вы будете строить, это будет стоять долго и хорошо. Ну и потом, что касается камня, мы немного обрабатывали. Главная цель, это чтобы был хороший скелет. Нижняя платформа, то есть лицо там хоть какое-то, и вверх, на что камень клался. То есть обработка не совсем хорошая. Можно ли без обработки? Конечно, можно. А если у вас в мозгу хватает, его выкручивать и ставить. Просто где-то что-то нужно подравнивать и все. Самое главное, чтобы камни шли вглубь, чтобы они не выпадали потом со временем. Субтитры сделал DimaTorzok и потом, чтобы мы не могли облицевать камни. Когда мы облицевали камнем, нашу емкость для воды, мы еще потом сделали расшивку. Затерли камни, чтобы не оставалось ни одной загустинницы, куда могла поступать вода. Потом еще проходим определенной пропиткой, и потом уже делаем дренажную систему. В данный момент, где идет емкость для воды, мы не ставили в гульеру, то есть есть С-образную пленку, потому что и так там будет уходить нормально. В таких случаях необходимо предусматривать дренажный отвод. Это большой плюс, потому что когда тает вода, когда льет дожди, погода не совсем хорошая, тогда вода и собирается в дренажной системе. Чтобы вода не стояла, нужно делать отводы. А не то и оставится для того, чтобы вода, когда переполняется емкость для воды, свободно уходила с емкости, чтобы вода не текла через верх, а свободно через эти трубы уходила в дренажную систему. Также вы видите, воздушные трубы, они вставляются при заливке бетона. Какой толщины делать дренаж вокруг емкости? Все зависит от того, сколько у вас камня. То есть вы можете сделать и 50 сантиметров, вы можете полностью заполнить пустоту камнем, и здесь вода будет свободно уходить. Как хотите, так и делайте. Лишь бы это была хорошая дренажная система. Можно ли делать без дренажа? Наверное, можно, но в данном случае у нас есть отводы, и у нас не будет вода застаиваться. Поэтому здесь просто необходима дренажная система. В других случаях делают и без дренажной системы. Когда емкость для воды уже готовая, и осталось только верхнее перекрытие поставить, выставили камни на уровень плиты перекрытия, и потом можно заливать бетон. То есть делается, конечно, опалубка внутри, делается наружу, или, допустим, камнем поднимается, и потом вяжется арматура, и заливается бетон. Оставляется проем там, где будет люк, один, второй, сколько там у вас будет проемов, и потом заливается бетон. Через 30 дней, так сказать, снимается внутри опалубка, и все! Ваша емкость для воды готова! Обязательно нужно, чтобы выставилась плита перекрытия, потому что она должна высохнуть хорошо, для этого дается 20-30 дней. Под этим домом течет родник. Родниковая вода идет с той стороны, и там, где она дренажная система. И вот здесь воду можно собирать. В этом колодце очень хорошая вода, то есть она родниковая. Ее даже можно использовать для полива. И даже когда зимой дожди, и она скапливается в дренажной системе, то есть вода проходит через грунт, и она проходит через дренажную систему, потому что здесь везде дренажная система, вот вокруг колодца. Там дренажная система вокруг дома, и вся эта вода собирается именно в этом колодце. С этого колодца откачивается вода и летом, и зимой. Как это связано с емкостью для воды? Никак не связано, вообще никак. Уберем эти доски, и потом уже свободно можно эту воду выкачивать для какой-либо цели. Мастера строите из камня. Мы вам попытались объяснить принцип строительства емкости для воды, где можно собирать воду. Посмотрите это видео, посмотрите эти картинки. и можно вполне свободно сделать такую же емкость для воды. Заходите к нам на сайт, там расписаны многие уроки, вы можете много чего подчеркнуть, идей, как строили, как строим. И я думаю, что для людей, которые любят камень, им там будет интересно. И вообще, когда смотришь что-то новенькое из камня, всегда что-то подчерпываешь для себя. Стройте из камня, мастера, зарабатывайте!